Добрый день! Я Станислав Чернышов, и вы смотрите и слушаете Русские новости. В мире продолжается пандемия коронавируса. К сожалению, смертность в России находится на рекордном уровне – около 800 человек в день. Но российская экономика, по официальным данным, показывает высокие темпы роста. Вместе с экономикой, правда, растет и инфляция. Закончилась самая странная в истории Олимпиада. Олимпиада в Токио. Олимпиада 2020, которая, как вы знаете, прошла в июле-августе 2021 года практически без публики. Российские спортсмены получили золотые медали в таких видах спорта, как бокс, борьба, плавание, теннис и других. В этот раз после допинговых скандалов российская команда была меньше, чем обычно. Из России приехали 335 спортсменов, а на прошлых Олимпиадах их было больше 400. Но по сумме медалей Россия на третьем месте после США и Китая, а по золотым медалям, как обычно считают медали, на пятом месте. Так как Международный Олимпийский комитет запретил играть российский гимн, когда российские спортсмены получают медали, зрители Олимпиады слушали первый концерт Чайковского. По-моему, прекрасная музыка. Российская компания Яндекс представила новую технологию. Сейчас, если вы инсталируете Яндекс браузер, вы можете смотреть видео на английском с синхронным русским переводом. Правда, эта технология работает только для перевода с английского на русский, а не для перевода с русского на другие языки. Поэтому, если вы изучаете русский, продолжайте. Но сейчас вы можете найти видео на английском и посмотреть на русском языке и так изучать русский язык. Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в тюрьме уже больше двухсот дней, а его организация ФБК официально признана экстремистской. Сайт заблокирован и в России не открывается. В последнее время также получили статус иностранного агента несколько больших независимых интернет-СМИ. Во всем мире растет число природных катастроф и, к сожалению, в России тоже они происходят. В северном регионе Якутия лесные пожары, а на юге, в регионе Кубань, наоборот, наводнения. Многие считают, что растущее количество природных катастроф связано с процессом глобального потепления. Можем ли мы остановить глобальное потепление? У меня нет ответа на этот вопрос. Последние два года люди намного меньше путешествуют, летают на самолетах, но потепление продолжается. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ На кинофестивале в Швейцарии, в Лакарно, актер Филипп Янковский, сын известного советского актера Олега Янковского, получил приз кинокритиков за главную роль в фильме Иван Денисович. Это фильм по знаменитому рассказу Александра Солженицына, в котором Солженицын описывает один день человека в ГУЛАГе. Справа, шаг влево, считается подверг, амбой открывает огонь без предупреждения.